Большая Балашиха Лайф. Новости. В Балашихе прошло совещание, на котором подвели итоги работ по ремонту уличнодорожной сети и внутриквартальных проездов. Как отметил заместитель руководителя главного управления дорожного хозяйства Московской области Алексей Гержик, в этом году по Московской области был выполнен большой объем работ. В общем-то сезон уже закончен, я скажу, что в целом по Московской области в этом году отремонтировано 1728 километров дорожного покрытия и по большому счету это больше, чем за последние пять лет из того, что у нас было. За текущий год в Балашихе было отремонтировано 25 дорог на общую сумму 229 миллионов рублей, а также 90 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов в рамках благоустройства дворовых территорий. На эти цели было потрачено порядка 170 миллионов рублей. На следующий год планируют потратить еще больше средств, а значит в программу войдет еще больше объектов. На совещании обсуждали и другие вопросы, интересующие население. Один из них задала жительница деревни Полтева. Хотелось бы на следующий год, чтобы побольше средств выделялось на сельские дороги, потому что очень много сельских дорог находятся в отвратительном состоянии, а в некоторых местах их просто нет. Потом, что касается ремонта дорог, вот эта вот автодорога Новый Милет Полтева, Полтевское шоссе, вот его в этом году ремонтировали. Хочется сказать два слова, что нам ремонт этот очень не понравился. Действительно, это дорога регионального значения, и ремонта на ней не было. На ней проводился только ямочный ремонт для того, чтобы обеспечить безопасное движение. Со стороны администрации в МОЗ Автодор уже неоднократно, кстати, мы писали и просили включить данную дорогу на следующий год в ремонт. Значит, это как дополнительное было предложение. То есть это сейчас, причем МОЗ Автодор очень активно совместно с Главным управлением дорожного хозяйства формирует планы ремонта на 2017 год. Нам прислали на согласование и для того, чтобы мы высказали свои пожелания, какие автомобильные дороги регионального значения на следующий год пустить в ремонт. И мы со своей стороны администрации данную автомобильную дорогу внесли в предлагаемый план. Также обсудили вопрос дополнительных парковок. Всего в городском округе Балаших за этот год было создано новых мест стоянки или парковки 6756 мест. Вот такая цифра. И около 3000 из них это было создано во дворах по программе софинансирования Главного управления дорожного хозяйства. Значит, мы сейчас совместно с Минтрансом рассматриваем и работаем над программой парковок. Дефицит очень большой. И проблема эта стоит очень большая. И особенно в районах, в новых микрорайонах. Я назвал как Измайлово, Изумрудное, где строил Мортом. И есть очень много претензий к инвесторам-застройщикам. Эти вопросы знаем. И мы надеемся, наверное, где-то январь-февраль, ну максимум март месяц, у нас же будет уже более реальная программа по парковкам. Что касаясь микрорайона Измайлова, есть уже договоренность с инвестором-застройщиком-лидером. Мы уже решили вопрос о земле и будем по весне уже начинать вопрос строительства парковок. Как отметил Алексей Гержик, в 2017 году планируется больше внимания уделить обустройство тротуаров, пешеходных переходов, уличному освещению и парковкам. Регина Родионова, Виктор Демин, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.